Привет всем! Привет, мои хорошие! Доброе-доброе воскресное утро! Чё, Монечка, хочешь увлечься? Давай, сейчас я Моне устрою. Вот все еще мои отдыхают. Саша на службе, не все. Саша служит, молится за нас грешных, а мы дома. Вчера некогда даже было поговорить. Ну, как понять, некогда. Я вчера отдыхала, я вчера ничего не делала. Вчера даже посуду за меня мыли. Все, я отдыхала реально. Вот. Вчера к нам в гости приходила Галина Анатольевна. Мы ей... Ну, Олечка пригласила ее, но мы специально ей не сказали, что... У меня сегодня... Ну, вчера был день рождения, мы ей не сказали. Просто Олечка говорит, ну, вот хотим. Саша с утра до позднего вечера, говорит, будет на работе. А мы просто, как она, знаете, обычно так вот говорят, а мы чисто по-бабски посидим и все. Ну, давай. Ну, и она вот пришла чисто по-бабски, как говорится. И да, я приготовила вчера шахплов. Шахплов вчера получился вот изумительный. Ну, в общем, по высшему классу. Вот. Получился классный. Потом я, значит, что сделала? Я бутерброды сделала со шпротами. Это было очень тоже вкусно. Я смотрю, мы с Галиной Анатольевной наминали их все. Олечка же рыбу не ест. Вот. Салатик сделала новый. Там, значит, с яичными блинчиками, короче. Ну, вкусный салатик. Очень вкусный получился. И греческий салат сделала в основном для себя, потому что там много овощей. и я его, значит, вот ела. Вот это я, значит, сделала. Да, я много, вообще ничего много не готовила. Я вам говорила, просто приготовлю обед и все. Вот я сделала два салатика, бутербродики, шахплов. Вот. И торт испекла. Торт Наполеон творожный. Творожный я еще ни разу не пекла. И, вы знаете, оценили его. Я не пробовала, но его оценили. Я Олечке прямо утром... Ну, так как мой день рождения, это не отмечаем, в общем-то, не отмечаем, действительно. Я утром уже, мы когда встали, я за завтраком ей говорю, ты попробуй торт. Я его испекла первый раз, сделала. Поэтому как человек это вот угощать? Я так не могу. А Оля у меня, она очень-очень, знаете, такой строгий критик. Вот. Она всегда мне все скажет честно. Мам, что так, что не так. Потому что интернет, это такая, знаете, вещь, что там можно действительно очень хороший рецепт найти. Можно и так нарваться, что вот в рот не затянешь. Ну, вот. Но Олечка, значит, кусочек-то себе отрезала приличный. Попробовала. Говорит, мам, вот изумительный реально. Но он действительно, он не жирный. Я почему как-то... Я раньше давно-давно-давно пекла вот этот вот. Прямо много лет назад детки еще у меня прям манюсенькие были. Вот. И я пекла вот этот вот торт. И почему-то он, ну, не знаю. Может, тогда действительно вот этот рецепт у меня даже вот еще в моей книжке-то записан. Может, он не зашел, как дети говорят, потому что он, ну, жирноватый. Там как-то столько много масла. Вот. Очень много масла в тесте. И он может быть жирноватый, может быть что-то. А здесь творог. Здесь очень много творога и всего-навсего. Там прям тютелька масла. Вот. И крем. Крем тоже. В креме не было масла, а крем-пломбир я сделала. Он, знаете, у него действительно вкус подтаявшего мороженого. Очень вкусный крем. Вот тут изумительный крем. Ему просто можно ложками есть и все. Вот такой вот тортик я собрала, значит. И Оля попробовала. Говорит, мам, вот по высшему классу. Говорю, да слава богу. И вот они, значит, вот этот торт ели. Вот. И я единственное, что не выдержала, я съела мороженое. Я еще делала мороженое. Домашнее мороженое, конечно, с магазином не сравнится. И я... Частенько бывает так, что у меня много формочек, много, потому что как-то в прошлом году было, что я для гостей вот просто... Так как гостей много приходит, и я просто вот заливаю несколько формочек сразу, и получается у меня там 20-25, значит, вот этих вот эскимошек. Вот. И тогда классно хватает всем. Ну, и так как формочек много, я, значит, залила три формочки этих. Мороженое эскимос сделала. Остальное что-то вот, знаете, лень было вот это с этими формочками, с этими палочками. Я взяла просто форму для торта, залила. Думаю, вот мои съедят и так. Это реально. Вот. А моим все равно. Как лишь бы... Ну, мороженое, оно есть мороженое. В какой оно форме, разницы нет. Я вообще Оле предлагала. Говорю, давай я в общую форму залью, а потом ложечка у нас вот это есть, чтобы шарики делать. И она, нет, я хочу вот эскимой и все. Ну, е-мое. И причем, мама, я не хочу облитая шоколадом. Ну, не хочу. Я не хочу, чтобы вот это все, чтобы перебивать вкус вот этот сливочный. Действительно, домашнее мороженое, оно ни с чем не сравнивается. Там два ингредиента. Сливки 33-процентные и сгущенное молоко. О, все. А там же стабилизатор, регулятор и пошло дело в этом мороженом. В этом мороженом магазинном. Вот. А это вещь такая, что вот попробовав домашнее, потом не очень-то хочется есть магазинное мороженое. Ну, вот. И вот я вчера уже потом, они перешли на мороженое. Ой-ой-ой-ой. И все это время мы как-то вот, знаете, не спеша. Суеты никакой нет. Ну, пришел человек. Понимаете, Галина Анатольевна, она такой человек. Она без комплексов человек. Она вот перед ней не надо суетиться. Перед ней не надо вот, ну, что-то. Это вот все как есть, так есть. И она это все воспринимает спокойно, ровно. Она, знаете, ну, я знаю, что она не осудит, не раскритикует. То есть она вот такой вот коммуникабельный человек. Вот она, ну, то есть. И вы знаете, мы настолько не спеша сидели, кушали, разговаривали, разговаривали, кушали, кушали, разговаривали. Вот спокойно все это, не торопясь. Вот. Потом, потом у нее урок. Она прям вот правда по-простому пришла. Тем более она не знала, что у меня день рождения. Вот. И у нее урок. Она пришла со своим ноутбуком, и она провела урок. Вот. И мы дальше уже сели чай пить. В общем, короче, получилось так классно. Вот настолько классно. Знаете, вечером я ей что сказала? Большое спасибо, что пришли. Я действительно вот душой как-то отдохнула. Вот как-то есть люди, с которыми можно расслабиться. И вот как-то вот, знаете, обычно, если когда гости, да, и вечером настолько устаешь, гости уходят и думаешь, фуф, прошло все вроде как благополучно. Потому что переживаешь, хочется, чтобы всем все понравилось. А здесь я не знаю. Я почему-то даже не переживала. Они меня на чем подловили? Оля Галине Анатольевне говорит. Вот знаете, я вам скажу, она меня всегда же бусинка зовет. Бусинка, бусинка. Я говорю, знаете, я вам скажу. Вот что говорит о том, что бусинка у меня настолько расслабленная сидит. Я просто взяла свое вязание, сижу, траляля, три рубля. Сама вяжу вот эти свои квадратики. Ну, вязать-то надо. И для меня, тем более, это такое удовольствие. Я совмещала два в одном. Я и сидела, с ними общалась. Я и вязала, прям сидела за столом. Ну, в общем, знаете, это классно. Мы просто сидели по-домашнему никак. И стол я не накрывала, как вот я обычно, когда много гостей, я вау, сколько накрываю. Нет, здесь вот просто действительно одно горячее, два салата и бутербродик, и все. Вот. И, в общем, мы так посидели, мы так посидели, я вам не могу рассказать. Вот как-то так. А сегодня, а сегодня, вчера, видите, Саша пришел уже действительно поздно. Он пришел уже где-то в седьмом часу. Ну, никак. Так, вот, а сегодня, сегодня они решили, с Олечкой тоже, ну, Саша говорит, а я-то тоже хочу отметить. Ну, конечно, ну, в семье, да, почему не отметить. Ну, и сегодня они решили, Саша придет и сделать шашлычок. Вот, шашлычок, потому что семейный шашлычок будет, потому что, ну, у нас шашлык жарит Саша, поэтому вчера никак у нас не мог он получиться, потому что, ну, вот как-то так. А кто будет жарить? У нас всегда жарит его Саша и все готовит для этого Саша. Ну, я единственное, вот, мяско я вчера замариновала, и все, и ждем Сашу. Саша придет с работы и, значит, будет делать обед. Вот, то есть, день рождения сегодня будет продолжаться. Тортик остался, вот, салатик остался. Ну, я готовила всего прям по чуть-чуть, вот, серьезно. И поэтому сейчас вот я с вами поговорю и хожу и думаю, какой бы салатик мне еще дорезать, какой-то один салатик нужно еще дорезать. Олечке очень сильно понравился салатик с ананасом, вот, уже избитый рецепт, но он ей очень понравился. В прошлый раз как-то мы давно его уже не делали, вот, и здесь я сделала в прошлый раз к чему? На 8 марта, да. И она говорит, мам, ну, насколько это вкусно, ну, насколько это вкусно. На ее день рождения мы сделали, вот, не на 8 марта. Вот. И она говорит, мам, ну, насколько это вкусно, повтори еще раз. Я говорю, ну, давай просто это, как-то вот я сделала эти два салатика, ну и ладно. Она вчера, ты знаешь, мне все-таки не отходит вкус вот этот с ананасиком. Я говорю, ну, хорошо, я завтра сделаю. Ну, все. Все, сегодня нужно заготовочки у меня все есть, ананасы, вот это все есть, поэтому сделаю вот этот салатик. И все, тортик есть, шашлычок будет, все, сядем, пообедаем уже с семьей. Вот как-то так. Как это было классно. Вчера настолько было классно, вот настолько. Вчера был, знаете, день рождения для души. Вот бывает же вот такое вот для души. И я прям, знаете, хочу такое спасибо Галине Анатольевне сказать. Вот человек, понимаете, вот с ней не надо заморачиваться. Вот с ней не надо как-то, знаете, по-простому сказать, перед ней не надо выпендриваться. Перед ней не надо вот это вот так вот. Вот что-то где-то вот при ней можно все просто. Она вот это все принимает и понимает. И от этого легко. И от этого делается, знаете, не напрягаешься. И вот я же говорю, вчера проводили, когда ее, Галину Анатольевну, я сижу, и Саша с Олей говорю, «Прикиньте, а я вообще не устала. У меня как было такое вот состояние такое вот отдохнувшее, легкое, вот хорошее. Вот так и осталось». Оля говорит, «Мам, ну хорошо же». Я говорю, «Конечно, хорошо». «А нет, я сегодня себе на обед, вот я же вас обманула. Это они шашлычок хотят, а мне мяско это, понимаете, это мяско. А я хочу рыбку. И я сегодня себе сделаю рыбку. Вот. Я до этого еще, значит, покупала хороший такой кусок. Прямо, знаете, он вот такой вот, наверное, это вот такой огромный сом был. Вот такой вот срез где-то там, но он вышел где-то вот этот срезик, медальон такой вот сом. И он где-то килограмма полтора или два, наверное, большой такой кусок. И вот я его взяла, еще говорю, шашлык, если будем делать, я сделаю шашлык из сомика. А сегодня я встала и думаю, «А мне вот это оно надо, шашлык из сомика?» «Нет, я сейчас вот этот вот огромный кусок прям на две части по хребту и два таких куска получится». Я их сейчас замариную чуть-чуть и в духовочку. «Ах, как это будет вкусно, вы не представляете!» И все будут уминать мяско, а я рыбку. И для меня будет второй праздник, понимаете? Рыбка – это рыбка, рыбка для меня всегда праздник. Вот. Поэтому вот как-то так. Вчера вот этот плов получился вкусный, но я его почему-то не поела. Не поела я вам даже объясню, почему. Ну, во-первых, все-таки все равно он жирноватый. Там было очень-очень-очень много баранины. Да, они там пищали, что это очень вкусно. Вот. Но там было очень-очень много баранины. Баранина жирненькая. Вот. И я не рискнула. Думаю, нет, я не буду себя, ну, почему-то не хочу. Не хочу потом визжать на весах, что у меня вот такое вот, да. Хотя мороженку себя благополучно отправила. И, знаете, не жалею об этом. Вот. Поэтому вот как-то так. Сегодня Оля-то у меня повизгивать будет, что вчера она уминала все подряд. Ну, я ей уже сказала, говорю, ой, не обращай внимания. Сейчас вот еще воскресенье, а потом опять, значит, возьмешься за себя. Ну, праздники себе тоже нужно устраивать. Я вчера тоже бутербродов, знаете, умяла. Да, два бутерброда я умяла вот этих со шпротами. Но это было очень-очень-очень вкусно. Поэтому, ну, я не отказывала себе ни в чем. Я этих два бутерброда съела. Я этот греческий салат почти прикончила. Мне он очень понравился. Вот. Я его вообще люблю, этот салат. И вот это вот мороженое. В общем, короче, я тоже вчера назакидывалась-то добро. Вот так. Так что я вчера даже вам вот вчера сижу за столом, и потом говорю, ой, я ведь хотела поснимать. Она говорит, ну, мам, раз не снимаешь, значит, не надо. Значит, так тебе вот на душу легло, что не надо снимать. Говорю, наверное, не надо. Вот позавчера я и тортик снимала, и вот это, и вот это. А вчера вот почему-то можно было. Вот этот шахплов какой получился. Ну, насколько он был красивый. Насколько вот эта вот корочка вся хрустящая из лаваша была. Это вообще было нечто. А вот не знаю, почему вот не захотела снимать и все. Просто вчера настолько... Вот состояние такое было, знаете, какого-то блаженства. Настолько было хорошо, настолько было классно. И я прям даже снимать ничего не захотела. Вот. Отдых вчера был. Просто был отдых. Меня вчера уже Глеб вот так вот подтянул. И говорит, сними хоть меня. Мне Галина Анатольевна скинула вот книжку какую-то там на английском языке. Сними хоть меня. Я говорю, давай, сынок, хоть тебя сниму. И вот так вот получилось. Поэтому я извиняюсь. Сегодня шашлычок я сниму. Обязательно сниму, правда. Поэтому на шашлычке, наверное, вместе посидим. Вот как-то так. Ну, поэтому я вот не обещаю, но я постараюсь снять шашлычок, что все это как мы посидим с семьей. Вот. Поэтому постараюсь. Поэтому давайте вам всего доброго, светлого, человечного. Давайте до встречи. Пока-пока. Всех-всех-всех. Правда, всех люблю. Всех целую и обнимаю. Спасибо вам за все. Спасибо за то, что вы у меня есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.